Четверо журналистов, избитых на Банковой, собираются обратиться в суд. Закон на стороне репортеров, уверяют юристы. Напомню, в минувшее воскресенье пострадали полсотни представителей СМИ, в том числе иностранных. Ирина Романова с подробностями. На теле Александра не осталось живого места. Это отметины Беркута после рабочего воскресенья на Банковой. Ногами, кейками, основная количество ударов, она сыпалась как раз по нырках. А это фото уже другого Александра, еще в воскресенье. Сразу после побоища возле администрации президента. Обошло все соцсети. На меня бежало 4 человека. Я Беркут в синей форме. Я остановился, говорю, я пресса, как бы, они тахты пресса. И начинали бить дубинами. Александр собирается обращаться в суд. Если мы сейчас спустим то, что произошло, в частности, на Банковой, на тормозах, то дальше с нами так и продолжат обращаться. Закон на стороне репортеров, говорят юристы, и обещают поминутно восстановить зачистку на Банковой. Мы хотим добиться того, чтобы сначала найти виновных, и затем привлечь этих виновных к ответственности. Чем больше избитых журналистов обратиться в суд, тем лучше для них же, уверены адвокаты. А на будущее советуют. Не смешиваться с митингующими, не использовать партийную атрибутику, а также иметь на себе отличительные знаки представителя прессы. Например, вот такой вот жилет. Общественные медиа организации уже начали бесплатно снабжать ими СМИ. Выдают такие наборы в Союзе журналистов и Доме профсоюзов. Но вот помогли бы они в минувшее воскресенье вопрос. То, что они начали бить журналистов, это была команда. То есть, кто-то решил начать полювание на журналистов. Разочаровался в украинской милиции и поляк Павел Пенежек. По нему тоже прошлась дубинка Беркута. Теперь журналисты одна надежда – на суд. Елена Романова, Владимир Самченко. Подробности – телеканал Интер.